День седьмой. Я поздравляю вас. Мы подошли к седьмому дня курса. В течение предыдущих шести дней мы открыли всю истину об изобилии и о его источнике, неиссякаемом. И мы постигли, что дух, материя и душа сотрудничают друг с другом для того, чтобы дать проявиться изобилию, и что в безмолвном поле чистых потенциальных возможностей заложены семена успеха. Когда мы живем в согласии со своим внутренним миром, все наши желания исполняются в одно мгновение, спонтанно и без малейшего усилия, и в последующие дни мы сосредоточимся на том, что обычно называется совпадением, синхроничностью, чудом или просто удачей. Давайте зададим себе этот вопрос. Сколько времени нужно для того, чтобы желание стало реальностью? Согласно некоторым авторам, должны существовать определенные условия. Нужно все хорошо спланировать и позволить времени пройти, особенно приложить неимоверные усилия. Однако все эти условия относятся к физическому трехмерному миру. На более глубинном уровне сознания то, что мы называем мечту и чудом или счастливым совпадением, может осуществиться мгновение ока. Счастливо или это совпадение, благоприятный случай представляется тому или другому, или же то, что мы называем удачей, в действительности результат объединения сознания и намерения. Естественно и спонтанно и осуществление наших желаний не имеет ничего общего с удачей. Вообще понятие удачи было придумано и используется всеми теми, кто еще не открыл неимоверную силу жить в гармонии с душой, духом и источником. Всего как только мы возвратимся к первоисточнику, то увидим, что обладаем силой осуществлять все свои желания спонтанно. Каждый день мы не должны переживать, думая, реализуется ли мое желание и когда это произойдет, если мы сохраняем внутреннюю веру и сами убеждены в этом. Желания осуществляются. Давайте подумаем, о своей нынешней ситуации и о том, какой мы хотели бы видеть ее. Постараемся вообразить на одно мгновение то ежедневное чудо, которое бы мы хотели увидеть в своей жизни. Например, кто-то работает в бухгалтерии, но он всегда мечтал проявить свой художественный талант. Талант. Что же нужно делать? Сосредоточить внимание на своем теле и прислушаться к своим ощущениям, когда думаем о своей нынешней ситуации и когда концентрируемся на своей мечте, внимательно наблюдаем за этими состояниями комфорта или дискомфорта, печали или радости. Наше тело – это чудесный инструмент, чтобы снова быть в гармонии с духом, замечая и осознавая свои ощущения. Мы сможем сделать новый выбор, который позволит нам максимально приблизиться к собственным устремлениям. И сейчас, готовясь к медитации, давайте сфокусируемся на сегодняшней центрированной мысли. Я использую свое сознательное намерение, чтобы воплотить мои мечты. Я использую свое сознательное намерение, чтобы воплотить мои мечты. Располагаемся поудобнее. Погружаемся в то самое место внутреннего спокойствия, где мы ощущаем связь со своим Высшим Я. Отпускаем все тревоги и заботы сегодняшнего дня и начинаем наблюдать за своим дыханием, подобно морскому приливу и отливу. И с каждым вдохом и выдохом прочувствуем, как расслабляемся все больше и больше, наполняемся легкостью, спокойствием. И вот теперь мы готовы добавить мантру сегодняшнего дня. Помним, что, повторяя ее мысленно, мы позволяем ей растечься по телу легко и без усилий. Сат-Чит-Ананда 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 Бытие, сознание, блаженство Сат-Чит-Ананда Каждый раз, когда мы замечаем, что что-то нас или кто-то отвлекает, направляем свое внимание мысленно и повторяем мантру Сат-Чит-Ананда Сат-Чит-Ананда Бытие, сознание, блаженство Сат-Чит-Ананда 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 И завершаем нашу медитацию. Открываем глаза. Продолжаем свой день. Пронесем с собой это чувство изобилия, напоминая себе сегодняшнюю центрированную мысль. Я использую свое сознательное намерение, чтобы воплотить мои мечты. Продолжение следует...